Господа, всем привет! Мы сегодня с вами снова на том же самом месте, где и прошлый раз, и позапрошу, и позаправ. Короче, последние разы. Ничего нас не плевало, но сегодня я предпушаю успеха. Я сегодня тут один. Ни одного рыбака сегодня нету, никто мешать не будет. Вон солнце, что-то высоко. И у меня сегодня новая катушка. Это у нас Cadence Essence в 4000 размере. Блин, круто выглядит с мультикалорной плетенкой, да? И спиннинг я взял Prima. Короче, ребят, комплект выглядит бомбически. В прошлый раз, кстати, у меня здесь стоял Twin Power. Сейчас посмотрим, какая будет разница. Ну, понятно, что надо будет. Twin, конечно, полегче крутится, но Twin у меня там 4,4. Вот. Так, по снастям. Я отладой плодок связал, но я поставил в этот раз стрекозу. Надо что-то потому, что пробовать новый, я не знаю, короче. Твистеры и брехвосты что-то не работают. Вот у меня есть стрекозы. Когда-то на них тут клевало. Давайте, короче, попробуем. Груз 30 грамм. Так, ладно, первый заброс. Намотала, кстати, сюда, у меня был какой-то бэкинг. В общем, я намотал бэкинг, намотал 150 метров плетенки, и у меня все стало идеально. 0,14 плетенка. Мультикалорный, как вы видите. Короче, погнали. Не видел, куда летело, я смотрю, чтобы не было ничего тут этого. Так. Вот последний раз у меня был твин в руках. Ну, конечно, катушка крутится потяжелее, чем твин, но не тяжело. То есть она легко, но твин еще легче. Твин вообще не чувствуется. Здесь чувствуется. Ну, а в целом, уверенность от катушки, ну, не такая, как эта твин, но весьма на высоком уровне. То есть за эти деньги, что она стоит, на эти деньги у него точно уверенности в этой катушке у меня хватает. В чем проблема вот этого места? Здесь клюет в одном единственном направлении. И в этот раз, так как я один, в это направление, кроме меня, кидайте кто не будет. Блин. Да, но еще в это направлении зацепы. Вот вы сейчас видели. Не, ну, знаете, катушек еще раз. Это, конечно, не твин. В общем, у меня здесь плетенка, походу, толстовата. Вроде на 14-ю бром. Может, что-то ошибся. Но ощущение надежности есть. То есть она прямо такая надежная, по ощущениям. Так, ладненько. Да, плетенка жесткая, как проволока. Блин. Я не понял, что тут было. Я очень давно не рыбачил на стрекозы. Уже не помню, как на них правильно. У меня была какая-то особая проводка для стрекозлов. Но я ее забыл. Они у нас в море были, наверное, год 4 назад, эти стрекозы. Я только на них и ловил здесь. Ну, плетенка, по ощущениям, ребят, не 014-я, скорее 016-я у меня. В общем, не знаю. Но, в принципе, нормально. Я пока другую сюда мотать не буду. Так, все вроде. Сейчас попробуем разные приманки. Может, на какую-нибудь у нас и клюнет. Катушка, по ощущениям, крутая. Еще раз. Это, конечно, еще раз. Это не Twin Power 4000 5G. Но это отличная катушка. И стоит она, получается, у нас... Ну, если Twin мне обошелся с ракет, грубо говоря. Плюс-минус том. Это почти в 6 раз дешевле. Или даже в 6 раз дешевле. Она 7000 стоит в районе 7. Так. Ну, да ладно. Блин, я не вижу, куда летит. Но плетенка прямо слышно, что жесткая. Ну, да ладно. Мы сегодня не плетенку испытываем. Вот знаете, после Твина, конечно, кажется, тяжеловато крутить. Но после Твина, пиджишного, все тяжеловато крутить, знаете. В смысле, он же пиджишный. Если закрыть глаза на пиджишный... Пу, блин. Пиджишный, Твина, я не знаю, как это сказать. Некоряло. Надо немножко попривыкнуться просто. Как правило, когда с Твина на другие катушки переходишь, сначала ощущение, что что-то тяжело. Потом он становится легко. Я вот специально несколько рыбалок с Твином проловил. В том числе, последняя была вот с этой палкой. Чтобы когда я возьму в руке эссенс, чтобы больше понимать. Но с точки зрения люфтов и надежности, тут люфтов нету. Вот я сейчас придержу эту. Нет люфтов. Вообще ноль. Люфты. Люфты. Люфтов нету. И он такой же, говорит, сбитый. Ну, может, не совсем как Твин, но, короче, очень сбитая катушка. Реально вот ощущается, как такая надежная лебедка. Однозначно могу ее рекомендовать. Ай. По сути, это же улучшенная версия CS5 Pro. Но она так и ощущается. Блин, я не вижу, куда летит, ребята. Я не понимаю. Вы видите где-нибудь? Я не вижу, куда подземляется. Но меня дико смущает звук вот этой плетенки. Она такая прям, ну... Дубовая. Ну да ладно. У этого, наверное, свои плюсы какие-то есть. Какие-нибудь. Я пока не могу их придумать, но я думаю, что они есть. Что это? Что-то у меня там... Может, ракушку славил. Кстати, фрикционно хорошо отрабатывает. Вот я сейчас Диорного лишний раз. Он как будто здесь не такой, как на CS5 Pro. Хотя я могу ошибаться, но звук работает другой. Может, из-за дизайна звук отличается как-то. Ну, в смысле, что на акустические свойства вот этого звука фрикционно как-то дизайн катушки влияет. Да, прям прикольно выглядит, да? Как вам? По мне, так... В таком японском стиле. В твиновском, знаете? В твиновском японском стиле. Если бы эта катушка была PG, я бы сказал, что это... Ну, твин. Ну да ладно. Не, ну, конечно, тут видно, что это не твин, но, тем не менее, без шуток, ребят, без шуток. Катушка очень достойная. Я еще пока на другие версии, которые у меня есть, не бросал. Просто еще руки не нашли. Жара была и все прочее. Не, летит хорошо. Укладка хорошая у катушки. Даже не с вами, что это жесткая какая-то такая плетенка, она явно толще, чем 0,14, как будто 0,16, знаете, или даже 0,18. Все равно летит хорошо. Пока так рыбы нету, но давайте будем честны. Окуни здесь уже не клюют давно. Рады, что говорят, днем надо приходить. Сейчас мы поставим другую приманку. Какую-нибудь более привычную. Я вот решил просто, вдруг на стрекозу будет какой-то особый вид клево, который мне был до серии неизвестен, пока я тут не ловил на стрекозу какое-то время. Но нет. Стрекоза что-то у нас не возымела интереса пока. Ну что, пауза длинное дело на стрекозу. На принципе, нужно там планировать же. Мне нравится, как катушка себя ведет. Мне особо нравится, что у нее вообще нет люфта. Абсолютно. Наверное, конечно, он появится, если на нее ловить очень долго. С этими 30-ти граммами, как я плавлю обычно отводной. Но вот из коробки он как бы очень сбитый. Вот этот эссенс. Прямо как цельный такой кусок карбона и алюминия. Так. Туда же вернем на солнышко. Жалко, я не вижу, куда летит. А, вот ты сейчас увидел. Хорошо улетел вот на самом деле. Да, даже видно, что подальше красная плетенка уже пошла в действие. Или какой-то оранжевый цвет. Тут на солнце не видно оранжевый, по-моему. Может и красный. Короче, сейчас я поставлю какой-нибудь биброхвост. Или твистер. Типа тилоги что-нибудь или еще что-нибудь такое. И будем уже по-серьезному пробовать. Пока я просто балуюсь с стрекозлой. Стрекозлой, блин. Ну вот я уже по-выксе после двина. Сейчас мне карушка кажется, что у нее легкий ход. Ну и самое прикольное, что нет люфтов. Я не чувствую вообще люфтов, смотрите. Ну люфта главный парь абсолютно. Потому что, в принципе, у тоже CS5 Pro микро-небольшой технологический люфтик все же есть. Хотя, возможно, не просто такая катушка досталась. Типа супер сбитая. Но ощущение, что он реально получше, чем у CS5 Pro. Не прям, что супер, как намного. Но получше. Была бы она с придаткой 4.4. Еще раз, я бы сказал, что это прям вот то, что нужно взять вместо PG-шного двина. Хотя вы можете взять, наверное, ее вместо обычного двина. Вместо PG-шного не стоит, а вместо обычного, я думаю, можно. Что выиграет, она достойна и ощущается в руках прям такой надежный. Так, ладно, что-то не работает, аж стрекоза. Давайте-ка поставим что-нибудь другое. Давайте-ка выберем что-нибудь иное. Что-нибудь другое. Так, вот я и говорил, что не так страшно приму стучать по всяким этим. Как какие-нибудь там палки за 30 тысяч. Все равно не хочется стучать приму. Все-таки мне эта палка нравится. Так. Убираем стрекозу. Видим, по стандарту у нас... Что у нас по стандарту? Зелень или фиолет? Давайте зелень попробуем. В прошлый раз говорят, на зелень клевала. Вот, и мы давайте зелень поставим. Это у меня Лэйзи Адипури. Сейчас посмотрим. Жалко, окуни не клюют. По крайней мере, говорят, в вечернее время их нету. Окуни эта штука козит вообще. Только так. Маловат, по-моему, крючочек для нее. Ну да ладно. Пофигу. Так, готовы. Уиии! Не увидел опять, куда улетел. Закат, кстати, вообще поразительный. Мне вот это место за закатом очень нравится Так, ну я не знаю, как Паузу подольше можно делать В этом году рыба вообще капризная У меня больше интересно, куда весь окон пропал отсюда Раньше окон не было немерено Ну вот, кстати, да, смотрите Я вот сейчас покидал сколько-то минут, наверное, 20 И все Для меня уже катушка крутится очень легко Это, говорю, вот Твин Пиджишно Он просто балует вас очень сильно В плане легкости хода Потому что он 4,4 Ну а нормальные катушки Вот так вот вращаются, как сейчас Эссенс Не имею в виду любые катушки, в которых передатка 5,2 А не 4,4 Ну, у меня поцепили, смотрите-ка Знаете, я не планирую сегодня никуда отсюда переходить Но топов показывает, что лучше стоять просто здесь И кидать в разные места Ждать просто выхода Кого-нибудь Окунь, судака, берша Но еще рано Они обычно попоздней Так, швырнем еще раз вон туда куда-нибудь У нас звук, конечно, вот этой плетонки меня просто добивает Не думал, что она такая Жесткая Но вроде нормально летит даже так То есть, по крайней мере, здесь мне заброс хватает Да, чуки, конечно, прямо дофига Вот знаете, если сравнивать, как я ловлю с Херти Райзом и Твином То есть, комплект там, получается, у меня за 70 тысяч А здесь комплект где-то за 14, за 15 Ну, наверное, за 15 тысяч вот этот комплект, а тот за 70 Вот, по сути, единственное различие, которое я ощущаю, прям четкое Это то, что пиджишный Твин Крутится, ну, очень легко за счет того, что он пиджишный По поводу сбитости Ну, ощущения, конечно, другие Другая ручка, тут другая ручка Но по поводу именно вот Как бы сказать Ну, рыболовной вот этой Суписмоса, которую получать от рыбалки Плюс-минус, то же самое Чуйка здесь такая же Катушка также ощущается сбитой Никаких люфтов Ни разболтая, ничего Ну, то есть Грубо говоря, сделать эту катушку пиджи И нафиг не нужен никакой твин, получается, уже Пиджишный твин, уточню Нафиг не нужно будет никакой пиджишный твин Потому что, в принципе Обычный твин же тоже не пиджишный И я думаю, что он будет крутиться примерно так же Плюс-минус Грубая плетенка даже, знаете Снасть настолько чувствительна, что я чувствую через кольц эту грубость плетенки Плетенка грубовато, ну ладно Так, шевронил Куда-то туда надо было кидать, по-моему Чтоб что-то поймать Рыба, пожалуйста, поймайся сегодня Есть! 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 Рыба поймалась! Тянет-то хорошо, ребята, даже фрикцион работает Что-то нормальное прям вообще Или хороший окунь, или судачок Скорее судачок Или окунь хороший Но что-то прям серьезное Сопротивляется быть здоров Аж фрикцион работает Сейчас узнаем Это Зандер Вот хотите иронию Я сюда Два дня ходил С Кирти Райзу Который Зандер Что-то там XT Господи, Limited Edition Ни одного Зандера не поймал И вот я все Ладно, все хорошо Вы меня в общем поняли Зандер, конечно, такой символический Сейчас мы его выкинем Куда-нибудь Надо только сфоткать будет Поэтому я сейчас запись прерву Вот, потом, короче, это выкину И, ну, вы поняли Вернусь, короче, в эфир Вот Потому что у меня телефон находится за спиной И я не смогу одновременно снимать И все, короче, делать Стой, Зандер Мне тебя надо сфоткать На обложку сейчас, наверное, пойдет Не знаю Вон, с халока приманку Кстати, как-то поверх, да? Смотрите, поверх взял В общем, блин, нормально вообще отрабатывает Сразу рыба пошла, видите? Отлично, короче Ах Тихо Тихо Вот, блин, меня сфоткать его надо Так, ладно, ребят, я к вам вернусь Ты супер? Да Ну, боже, популярный Ну, 4,5 миллиона просмотров Реально? Да А лайки? Я не считаю Закат просто бомба Камера, к сожалению, не передает Цвета Ни одна, причем Даже телефон не передаст Но я надеюсь, что вы что-то вообще увидите Хотя бы из этого заката Че, блин, за фигня У нас там как будто что-то приключилось Посмотрим А, да, приманка съехала Я думаю, что за хрень? То есть, видите, даже приманка съехала И уже чувствуется Так Знаете, что тут какая-то фигня, короче Я меняю приманку Это, короче, свое отжила Так Одного поклевки, видимо, достаточно Было для нее Так, че поставим? Как считаете? Я вот хочу поставить Такой же, так фиолетовый Пофигу, что все говорят Я верю в фиолет Я люблю ловить фиолет Может, сейчас на него и попробуем Время у нас не очень много Осталось Я специально приехал так Чтобы под вечерку половить Так, все, нацепили Вот Смотрим Будет ли там что-то еще попадаться А вот, кстати, именно в основном направлении Куда мы сейчас кидаем Тут и клюет в этом году Да, надо вымутать То я точно за что-нибудь зацеплю там Все на месте А-а-а Чуть по обуси не вдал Мне нормально Я не думаю, что на фиолет типа не будет клевать Не каждый заброс просто здесь клюет Надо как-то ускорить проводки Больше сделать забросов Я думаю, толку будет больше Есть? Я думаю, меня приглючило, но нет Снова кто-то клюнул Походу это судак с наперстых Наверное, я не знаю Сейчас посмотрим Но катушка хорошо вытягивает Как львов Нет, сопротивляется Что-то Даже фрикцион Пару раз тряснул Может, и не с наперстых А, да он даже Во-первых, это Берш Ооооо Вот эту рыбу можно брать, ребят Объясню почему Это берш Это не судак У него нет клыков Вот, если вы Конечно, не видно будет, что у него нет клыков белой короче каймой и другая чешуя внутри у него плавочный пузырь как у окуня то есть это вообще как бы сандр валгензис называется по латыни но как бы волжский судак но это не судак вам понимание которого это что-то среднее между судаком и окунем бирж супер отлично работает фиолет видите это нормально вот так ладно надо фоткать короче сейчас займусь и вернусь к вам надо это наверное другая обложка будет я не знаю короче посмотрим я сегодня почему один никто со мной не пошел все сказали да ну там будет ветер там тебя сдует смысла нету с точки зрения кулинарии конечно никакого смысла что я сегодня поймал на еще раз бирж он уже этот съедобный считается видали вы видали сейчас было офигеть сейчас было мне кажется щука у нас срезала приманку что натянул очень сильно потом отпустила до щука срезал приманку от скотина ненавижу щуку когда ловлю на отводной видели как загнул прям нормально вот тварь маленькая или большая не знаю но средства вообще просто бям ну то что прямо крутая палка это так понятно про прямо говорить не будем но я уже много раз говорил что прямо не особо проигрывает нам уже самому с херпи райзу который стоит как 4 прямо это пожалуй на мне если что надо знать про прямо это я не опровергнула не подтверждала потому что это кабана так и есть по поводу катушки она очень сбитая такая чувствуется надежность укладки идеально ни одного петли синяки ну хотя мне было намотно выше бортика я не угадала с намотка и так получилось но же бэкинг подмотал шпуля достаточно глубокая очень меня получилось что я намотал больше бортика школе я думаю у меня будет набор до слетать из-за этого то есть у сейчас у меня пол заброса сейчас вот столько сколько надо где-то получается на метров на 30 на 35 меня больше чем нужно намотана но ни одной петли я тушка не сбросил что уже много говорит я вытаскиваю сегодня на ней зацепы и катушка не залюптила она вообще не люки вот ну вот когда так а да и фрикцион то есть это то что я успел понять за сегодняшнюю рыбалку фрикцион фрикцион ребята очень плавные очень клевые очень кайфовый он про мне шуманский кстати напоминает я не знаю меня ли они фрикцион там тоже кс-5 про сложно сказать но вот как будто это прям четкий он такой подолвить уроку к эти бабочек не сдувает сарить кстати вот вот тут видно такая реп а вам не видно да вот так вот наверное видно вот ряб идет потом без ряби потом снова ряб потом без ряби потом снова ряб то вот двое ты воздушная масса интересно перемещается у нас тут так ну давайте еще один заброс сделаем просто продолжение разговора так здесь мы не оторвем рыбы кого-то же не рассчитываю слишком темно вот поэтому катушка меня порадовала конечно после твина она кажется тяжеловатой но она не такая же тяжелая после твина и джишно и джишно от вина ребят еще раз необычного пиджишно все кажется тяжелым потому что это пиджишный твин есть у такая особенность но она понимаете она не не ощущается как какой-то дешман после пиджишно твина который стоит 40 тысяч так что тоже хороший показатель вот то есть отличная фрикционная отличная сборка хорошая надежность плане то что я выдергивала зацепы бетонные ничего не залепила нагрузка на шестеренку кстати какая была вот но катушка справилась рыба тоже отлично отработала вот пока вообще придраться не могу за 7000 я не знаю 4 тысячи сколько стоит наверно семь с половиной примерно за эти деньги я не знаю что может быть аналогом вот честно не представляю вообще но людей такого шпана выглядела прикольные работала не люк тела и а еще раз я уверен на держите катушек это нас потому что ему нужно много лет как много несколько лет уже ловлю и ни одной катушки никакой проблемы вообще не было то есть ни у одной модели даже самый дешевый поэтому так сейчас кину еще разочек поэтому я как бы могу рекомендовать то что сам уже хорошенько обкатал а я ведь я зацепу дергаю катушку меня все пофигу такой я не аккуратно этом плане так думаю на сегодня нам короче хватит этих тестов я вам оставлю значит ссылки на катушку ссылки оставлю на палку приманки у меня были от диктюре это у меня лэйзи два дюйма машинка и этот как его я вишнево-синим называю в общем c03 и c10 цвета если кто-то будет искать дикпури где-нибудь это лэйзи два дюйма а вот крючки у меня ворум номер 6 сезон рыбалки были небольшие а все ты вроде сейчас ничего не отрываю что еще добавить блин не знать добавить по-моему все все что хотел сказать я добавил слишком много бабочек слишком не напрягает я уже хочу ужинать уже темно я еще и ребят даже не обеду можно сказать все в общем такое у нас получилось видео подписывайтесь на канал ах да 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 еще кое-что подпишитесь на вконтакте я вам ссылку оставлю на всякий случай подпишитесь на телеграм на всякий случай если накроет ребят нас медным тазом по поводу ютюба вот я буду в к все выкладывать а потом короче телегу скидывать на ютюба тоже на работу выкладывать аж не знаю как вы это сможете посмотреть но еще раз века телеграм бусти у меня нету я не скажу подписывайтесь на бусти потому что у меня нету бусти нафиг я еще до того не дошел чтобы с вас деньги брать так что без бусти обойдетесь я тоже видимо обойдусь все короче везде все подпишитесь пожалуйста на всякий случай чтобы нам оставаться на связи вот ссылки еще раз на все оставлю вам не видно комплект есть вот он все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии в неделе следующих видео всем пока